Всем привет! С вами Собин Михаил и сегодня мы поговорим о GoPro 5. Собственно, да, я на днях стал обладателем этой экшн-камеры и просто хотел бы с вами немного поделиться впечатлениями. Скажем так, это будет в рамках моей рубрики «Недообзор», потому что обзором это сложно назвать, то есть я не буду здесь вскрывать ее, так как она уже вскрыта, и тем более я не буду скрывать саму GoPro, что, собственно, делать абсолютно сейчас бессмысленно, потому что она полностью функционирует. Я сразу же расскажу об основных фичах, которые меня лично привлекли, и... Да, надо экранчик протереть. В первую очередь меня привлекло в ней то, что моя третья GoPro уже стала накрываться, то есть там Wi-Fi накрылся, заряд она уже практически не держит, я не знаю, то ли аккумулятор там уже подыхает, то ли где-то травит в схеме, я не знаю, сдавал в сервис, мне там толком ничего не смогли сказать. По функционалу, который меня привлек, это, конечно же, стабилизация, хоть она и программная, а не оптическая, но, опять же, я считаю это даже плюсом, потому что оптическая стабилизация, которая присутствует, насколько я знаю, в последней модели экшн-камеры от Sony, мне кажется, это более, скажем, такая хрупкая субстанция, потому что там всякие механизмы, там линзочки, и мне кажется, что от удара это всё может разлететься, тогда как программная стабилизация здесь работает отлично, и, собственно, она никак не может сломаться физически. Я смотрел какие-то обзоры, и там чуваки такие говорят, блин, зачем эта программная стабилизация, мол, можно же потом стабилизировать и в Sony Vegas, и подобных программах, да, то есть в видеоредакторах. Но, чуваки, вы не учитывайте то, что вы, допустим, сняли видео в Full HD, к примеру, да, вставляете в свой видеоредактор и собираетесь стабилизировать, но у вас стабилизация происходит по кропу непосредственно уже вашего разрешения, вот этого Full HD, да, то есть непосредственно вы обрезаете своё разрешение, и то есть картинка становится более мутной, потому что она приближается. И чуваки выдавали за минус то, что вот как раз здесь происходит 10% кроп, и то, что зачем это надо, да, я и так это могу кропнуть в видеоредакторе, но здесь-то кроп происходит по матрице, понимаете, у вас разрешение в Full HD остаётся, вы экономите время, которое вы будете тратить на эту стабилизацию в видеоредакторе, и плюс ко всему вы урезаете разрешение фактическое, да, когда вы это делаете в видеоредакторе, а здесь идёт запас по матрице, то есть вы кропаете по матрице, и вы сами можете предположить, вот сейчас вот у меня будет съёмка, тут будет тряска конкретно, естественно, я включаю, да, здесь стабилизацию, да, жертвуете 10%, но и то, если так задуматься, особо-то вы не жертвуете, потому что эти 10%, они же, скажем, кропаются для стабилизации, и, собственно, так или иначе, по всей вот этой картинке кроп двигается, и так или иначе захватывается всё при трясучке, ну, условно говоря, поэтому вот это полный бред, когда люди вот такую дичь затирают, так что стабилизация здесь реально прикольная, то есть я уже затестил, катаясь на сноуборде, вот вы можете посмотреть отрывочки, и полностью видео можно посмотреть на моём втором канале. Вторая вещь, которая меня привлекла, естественно, это экран, то есть полноценный сенсорный экран, очень удобно, то есть здесь можно даже видосы обрубать по 5, по 15, 30 секунд, то есть, допустим, вы что-то сняли там, и хотите сразу же там в Инстаграм загрузить, просто взяли кусочек, обрезали 30 секунд и загрузили в свою социальную сеть, а потом удобная тема, хайлайт, кажется, так называется, то есть её можно использовать, либо вот нажимая на эту кнопочку, то есть, допустим, вы снимаете видео, таки едете там на том же сноуборде или велосипеде, и происходит что-то интересное, а у вас видео там какое-нибудь часовое уже, да, и ещё вы час будете снимать, и вы хотите сделать пометочку, и вы просто кнопочку эту нащупываете, нажимаете, либо можете голосовым способом это всё сказать, там типа GoPro, хайлайт, ну, я это ещё команду не выучил, не помню, как она называется. И, кстати, да, по поводу голосовых команд, с моим дерьмовым английским произношением GoPro, в принципе, нормально всё воспринимает. Я вчера затестил это на склоне, опять же, да, поначалу, возможно, когда она там на башке была или где-то на моноподе, она меня не с первого раза слышала, как надо, ну, то есть, надо учитывать и моё произношение. Скажи GoPro Stop Recording. GoPro Stop Recording. GoPro Stop Recording. GoPro Stop Recording. Сука, блядь. GoPro Stop Recording. И то, что она вдалеке, и посторонние шумы какие-то, порой она срабатывала там раза с пятого, но потом я так или иначе уже привык, то есть, начал привыкать, говорить с нужной громкостью, то есть, да, поначалу как-то непривычно, то есть, вокруг тебя люди, и ты такой базаришь с камерой, и плюс она ещё с первого раза, бывает, не срабатывает, но потом привык, и она у меня, в принципе, с первого, со второго раза моей команды слушалась, и я хочу сказать, что это реально такой фан, и, в принципе, удобно, то есть, я уже не представляю даже экшн-камеру без голосового управления, то есть, она висит у тебя на башке, ты такой, там, поднялся на подъёмочке на гору, сказал GoPro Start Recording, прям вот таким произношением, только погромче, да, нужно это сказать, плюс ко всему ещё вибрация, там, видим, как-то через череп, через шлем в креплении передаётся, и когда она на башке, в принципе, достаточно хорошо, она распознаёт речь. Всё, скатился с горы, сказал GoPro Stop Recording, всё, она остановилась, причём она пикает, ты всё это слышишь прекрасно, то, что она твоей командой восприняла, поэтому реально очень удобно, то есть, где-то там едешь, сказал GoPro Take a photo, она тебя сфоткала, ну, короче, прикольная тема. По поводу заряда, заряд держит круто, то есть, я даже смотрел какие-то тесты, то есть, из всех GoPro, всей вообще серии, если беспрерывная запись, то она держит дольше всего. Скажем так, мне на день хватило заряда, я не то, чтобы прям там целый день снимал, но она у меня там в башке висела на моноподе, и практически всё время находилась в режиме стендбай, то есть, включённая практически всё время. И когда мне надо было, я ей говорил, GoPro Start Recording, она там начинала снимать, то есть, я наснимал достаточно много контента за день, и заряд ещё даже остался. И так как я, скажем так, раскачивал аккумулятор, ещё дома потом подключал через Wi-Fi к телефону, чтобы, скажем так, высушить аккумулятор до конца. Да, и кстати, по поводу подключения к Wi-Fi, я не знаю, как в четвёртый GoPro, но здесь я сразу же увидел большой плюс. Если в третий GoPro, когда ты подключаешь к мобильному приложению, там, да, превьюшечка, всё нормально, но там задержка присутствовала, здесь она уже намного меньше. И плюс ко всему, когда ты на трёшке включал запись, то видоискатель, то есть, эта превьюшка исчезала, да, то есть, всё GoPro было занято записью, и ей не было, скажем так, дела и времени передавать тебе на телефон картинку. Здесь же картинка остаётся. Плюс ко всему, в трёшке нельзя было посмотреть видосы, которые ты отснял в ProTune, в режиме ProTune. Здесь это всё можно, и причём в очень офигенном качестве. Ну, то есть, пока что для меня сплошные плюсы. Да, вот за минус, можно сказать, все обзорщики выставляли вот этот кейсик, то, что он царапает GoPro. Скажем так, меня пока ничего не поцарапало, единственное, вот здесь вот есть такая небольшая вмятинка, ну, потому что, скажем так, вот эта часть прорезиненная, и это, я полагаю, специально сделать, чтобы GoPro лучше садилась в эту самую рамку. То есть, ну, я не считаю вот этот недостаток, это, наоборот, круто, то, что они продумали, сделали прорезиненный корпус, и чтобы она плотнее сидела и там не сдавала всякие звуки плохие. Единственное, то, что могло царапать, я сразу же обнаружил, и вот это реально косяк, то есть, ну, можно сказать, наверное, пока что один косяк, который я заметил. Вот в этой рамке, вот здесь вот была такая конкретно зазубрена, я не знаю, то ли тут какой-то литник был, то есть, это, видимо, все отливается, как-то тут, наверное, торчал литник, и его как-то хреново спиливают, скажем так, в заводских условиях. То есть, тут прям реально даже пальцем проводил, и прям остренько так было, и из-за этого GoPro туго и плохо вставлялся. Я просто взял шкурочку, шкурочку, зашкурил здесь, и теперь все стало отлично. У меня ничего пока что не царапает, но это реально косяк, я не знаю, как они такое могли допустить, учитывая, что цена камеры, в принципе, не самая низкая. Поэтому вот это самый большой косяк. В целом, пока что недостатков, больше никаких не обнаружил. по поводу записи аудио. Я поиграл на гитаре, и записал это, соответственно, на GoPro. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут есть 4 режима, скажем так, аудио в рамках протюна. То есть протюн теперь можно вешать не только на видео, но и на аудио. Я пока еще не до конца разобрался, что там именно с аудио происходит, но уже открыл, скажем так, флешку, увидел, что когда включаешь режимы протюна аудио, там их три варианта, лоу, медиум и хай, то просто параллельно с видео записывается еще вейв-дорожка аудио. Но почему-то эти вейв-дорожки у меня не открываются через какие-то Windows Media плееры и тому подобное. То есть я потом, может, попробую как-то через тот же Sony Vegas или Cubase это все открыть. Ну, грубо говоря, этот режим записи отдельной дорожки, чтобы можно было исходник аудио как-либо редактировать. Фишка интересная. То есть, не знаю, в четвертый такое было или нет, но здесь такое появилось. И опять же, режим ProTune здесь очень такой широкий, расширенный. Опять же, по сравнению с третьей GoPro. Ну, собственно, вот настройки ProTune, то есть, вот мы можем выключить, включить. И здесь вот прикольная фича есть. То есть, мы можем сделать, скажем так, исходный вариант видео, а можем включить с обработкой GoPro. То есть, там, шумодав работает и прочее. Тоже крутая тема, шумодав работает отлично. Опять же, на это не придется тратить время в видеоредакторе, потому что это все дополнительный рендеринг и тому подобное. Ну, также здесь вот баланс белого. И вот появилась функция ISO. То есть, здесь вот можно ставить предел ISO, до которого камера будет его поднимать при видеосъемке. Допустим, в темное время суток. Вот, можно поставить 6400. То есть, я не пробовал, конечно, что там по шумам получается, как, скажем, справляется шумодав. Но по умолчанию вот стоит 1600 и, в принципе, вчера на склоне все было отлично. Но потом за тесту еще 6400. То есть, крутая тема. Вот здесь можно отрегулировать, опять же, режим захвата. Резкость можно уменьшить, увеличить. И вот, как раз, вот режима аудио. Вот, когда у нас вейв-дорожка пишется отдельно. Ну, вот здесь описание, вы можете почитать сами, перевести там по-английски. Ну, короче, это лишняя память жрется, то есть, мне это нахрен не надо. То есть, аудио и так пишется отлично. Кстати, по поводу аудио, вот, да, кстати, видеостабилизация, та самая, режим автоматического включения, повышения чувствительности к свету, скажем так, за счет снижения кадров в секунду. И вот, да, интересная функция, то есть, в пятой GoPro у нас есть режим защиты от ветра и стереорежим. Соответственно, когда у нас защита от ветра, как я понял, пишется монозвук, потому что из трех микрофонов, которые присутствуют на камере, она выбирает, по своему мнению, на и лучший, и наичистейший источник звука, то есть, куда меньше всего попадает ветер, и другой микрофон использует для шумодава. Если мы нажмем на эту кнопочку, то камера автоматически своим интеллектом подбирает наилучший режим, то есть, если ветер дует, она автоматически включает защиту от ветра, если ветра нет, то включает стереорежим. Ну, соответственно, мы можем сделать это все принудительно, то есть, можем принудительно поставить стерео, можем принудительно поставить защиту от ветра. Ну, собственно, я, по сути, все сказал. Куча других функциях вы можете посмотреть в других видеороликах их целая куча уже этих обзоров то есть я просто поделился с вами своим мнением и скажем так постарался контраргументировать некоторые скажем так вещи как та же программная стабилизация на которую некоторые бомбили ну не то чтобы бомбили а то есть говорили о ней как о бесполезной совершенно функции да кстати да еще я от одного чела видел в обзоре то что он еще жаловался на то что сенсорный экран плохо работает когда там снег на него попадает и прочее то есть он выставлял это как минус но ребят сенсорный экран они априори когда они мокрые они все хреново работают как ни крути для этого собственно тут и есть голосовое управление есть вот эта вот кнопочка чтобы переключаться между режимами то есть проблем никаких не возникает то есть ты перед тем как ехать на сноуборде ты подготовь скажем так свой инвентарь в том числе и камеру поставь нужные там режимы нужное количество там кадров и все такое прочее повесил повесил сказал гоу про старт рекординг и погнал вот когда ты хочешь поковыряться в экранчике то ты приходишь куда-нибудь в теплое местечко да протер ее и все и лазишь в экранчике в чем проблема я не понимаю ты что типа будешь ехать на сноуборде такой весь в снегу или с аквалангом плыть там где-нибудь на дне средиземного моря и такой блин надо мне что-то полазить в экранчике мне что-то захотелось вот прям так полазить в экранчике ну короче это бред полный вот если честно прям бесит такие вот всякие видосы где люди намеренно ищут именно ищут минусы из всего то есть ну это понятно что им это нужно делать для рейтингов ну потому что народ больше хавает когда что-то засирают обсирают там и тому подобное друг друга хают они просто скажем так заложники своего скажем так статуса видеоблогеров которые гонятся скажем так за такой вот сомнительной славой любыми путями то есть ну разве что в очко не долбятся ну и то хрен его знает в общем как-то так ну и собственно все всем пока с вами был Собин Михаил удачи сомнительной славой сомнительной славой